Наталья Александрова Прятки с тенью Я открыла глаза и осторожно потянулась. Диван тотчас же откликнулся на это движение натужным скрипом. Вроде бы матрас непружинный. Чему же там скрипеть? В который раз удивилась я, хотя дала себе слово больше никогда и ничему не удивляться. Особенно собственной глупости. Нет ей предела. За окном вставал серенький рассвет. В комнате было полутемно. Интересно, дали свет или нет? Вяло подумала я и сообразила, что на самом деле мне это совершенно неинтересно. Вставать не хотелось. Зачем? Мне некуда торопиться. Никто меня не ждет. Ни дома, ни на работе. Дома нету. Работы нету. Денег теперь тоже нету. В кошельке остались последние 500 рублей. Мама далеко. Да у нас с ней в последнее время отношения испортились. Как раз с тех пор, как я вышла замуж. Муж? Нет. Об этом лучше не думать. Господи, какая же я дура. С некоторых пор у меня вошло в привычку обзывать себя разными словами, которые, в общем, означают только одно. Перед вами абсолютная клиническая идиотка. Без скидок на молодость и наивность. Я, конечно, не старуха. Нет еще и 30, но и не 15 лет. Пора бы и поумнеть, говорила мама два с половиной года назад, когда перед свадьбой я привезла к ней Генку для знакомства. Шалопай, сказала мама, оглядев его с ног до головы. Нахал, врун и бездельник. Надо быть полной дурой, чтобы выйти за него замуж. Ты говоришь о моем будущем муже, вспыхнула я. Изволь выбирать выражение. Надо сказать, что мама выражение не выбирала никогда. Однако в тот раз она поглядела на меня внимательно, как будто только сейчас разглядела, и сказала более мягко. Ну зачем он тебе? Ни денег с него, ни положения, только заботы лишние. Я его люблю, упрямо ответила я, потому что тогда, два с половиной года назад, все так и было. Живите так, согласилась мама. Не записывайтесь. Если что, всегда сможешь его выгнать. Разумеется, я маму не послушала. А зря, потому что она оказалась полностью права. Но поняла я это только две недели назад. И снова вспомнив про свое замужество, я начала подбирать синонимы к слову «дура». Все-таки какое-то занятие. Значит, кретинка недоделанная, дебилка слюнявая, это все уже было, и не один раз. Ага, в каком-то детском фильме. О, умственно отсталая. Вот-вот, это точно про меня. Потому что только умственно отсталый человек мог позволить проделать с собой все то, что позволила я. И получается, что ничему-то жизнь меня не научила. Потому что, когда я вернулась из проклятой Америки, чтобы весь этот континент провалился под землю в одночасье, выяснилось, что мне негде жить. Квартиру я продала Генкиным родственникам, но об этом после нет сил вспоминать. И родственники, которые две недели назад провожали меня с букетами, отчего-то выперли меня на лестницу и бросили вслед чемодан. Хотя, в общем, не имели на это право, поскольку не отдали мне еще все деньги. Близких подруг у меня нет. Генка всех успешно отвадил. Обратиться не к кому. Так что я решила снять квартиру хотя бы на первое время. Но цены... Что-то приличное, не за чертой города. Поблизости от метро мне явно было не потянуть. Компьютер я продала перед отъездом, так что искать в интернете не могла. Разглядывая объявление на дощатом заборе какого-то долгостроя, я наткнулась на старушку. Точнее, это она робко тронула меня за руку. Девонька, тебе комнатку? Старушка выглядела очень прилично. Детское стега на пальтецо, поношенное, но чистое. Вязанный беретик такого же цвета варежки. Глаза у старушки были голубые, как слегка увядшие васильки. «Да, мне бы квартиру», – протянула я. «Только все дорого очень». «Это точно!» – она часто закивала головой. «Квартиру дорого очень. А у меня комнатка тут близко. И без соседей совсем». «Как это без соседей?» – удивилась я. «Знаешь, что такое коридорная система?» – рассмеялась она. «Раньше, почитай, полстраны так жило. Ты не спеши отказываться, ты погляди сперва. За погляд-то денег не возьму. Я же вижу, устала ты, замучилась. Тебе бы отдохнуть в тишине». Ее голубые глаза смотрели так участливо, так искренне, что я согласилась. Идти было и вправду недалеко, минут пятнадцать пешком. Бабуля успевала быстрее меня. По дороге она представилась Анной Викентьевной. Отчего-то это старомодное отчество прибавило мне доверия и симпатии. Дом оказался небольшим, всего два этажа. Когда-то был он красивым. Даже сейчас сквозь отбитую лепнину и осыпавшуюся штукатурку просматривали строгие пропорции. Вход в единственный подъезд был с улицы, а окна выходили в парк. «Воздух свежий и тишина. Летом птицы поют», – расписывала старушка. «Если бы не пенсия маленькая, то ни в жизнь бы не сдала, сама бы здесь жила». Подъезд был открыт, и какие-то смуглые молодые люди носили тюки и сумки. Один из них Белозуба улыбнулся старушке и сказал что-то на своем языке. «Молчи ты», – отмахнулась она. «Ты с ними не разговаривай», – обратилась она ко мне. «Они тут на первом этаже квартируют, а на второй не ходят. Там дверь железная, полный порядок». И верно. На площадке второго этажа была довольно новая железная дверь, выкрашенная рыжей неказистой краской. Анна Викентьевна отперла два замка, и мы вошли. За дверью был длинный и абсолютно пустой коридор, покрытый серым вытертым, но чистым линолеумом, как в больнице. О том же напоминали двери вдоль коридора. Все они были закрыты, на самый ближний висел даже амбарный замок. «Нам сюда!» – старушка открыла следующую дверь. Комната оказалась довольно большой и светлой. Два окна и правда выходили в парк. Обставлена комната была скромна. Стол, два стула, шкаф и диван прикрыты аккуратно заштопанным пледом. Занавески на окнах просвечивали от старости, но топорщились бодро. Однако привлекла мое внимание печь. Она занимала весь угол напротив двери и была необыкновенная. Высокая, прямоугольная, от пола до потолка, выложенная зеленоватыми израстцами. Я подошла ближе и погладила печь по холодному боку. Израстцы на ощупь были выпуклые, покрытые непонятным узором. Не то растения, не то ягоды. «От старого времени осталось», – обронила старушка. «Пойдем удобство смотреть». Кухня и удобство находились в конце коридора. Это и называлось коридорной системой. «Ну так что, подходит тебе?» – спросила старушка, когда мы снова прошли в комнату. Удобства, конечно, впечатляли. С другой стороны, старуха просила недорого. «Только у меня условия, чтобы сразу вперед за полгода заплатить», – сказала она. «Я к сестре в деревню уезжаю, так, чтобы потом жильцов не искать». «Полгода?» – ужаснулась я. «Нет, так долго я тут жить не собираюсь». «Не загадывай», – протянула старуха строго. «Кто знает, что будет. Значит, не хочешь?» «А так бы сразу и переехала». Я представила, что сейчас откажусь и придется идти на вокзал за чемоданом, а потом думать о том, где ночевать. Прошлую ночь я провела в гостинице, содрали жуткие деньги. Мы поторговались немного с Анной Викентьевной, и она согласилась на плату вперед за три месяца. Потом, удивляясь собственной предусмотрительности, я попросила показать документы. Старуха обидчиво поджала губы, но показала мне свидетельство о собственности на комнату и договор с агентством по наиму квартир. Фамилия менеджера была Фокусов, Антон Фокусов. Я позвонила по указанному телефону, и он подтвердил мне, что все в порядке, договор существует. Я получила свою копию договора и ключи от комнаты и железной двери. Старушка пожелала мне спокойной ночи и выдала остатки заварки в большой железной банке и три куска сахару. В шкафу нашлось совсем ветхое, но чистое одеяло и одна простыня. Очевидно, в светлое время суток через нее можно было видеть деревья в парке, но сейчас было темно, и я решила не проверять. Прошло всего два дня с тех пор, как я прилетела. Я так устала искать квартиру, что решила не ездить за чемоданом на вокзал, а заночевать прямо здесь. Напиться чаю с остатками сахара, да и заснуть. А с утра уж думать, как жить дальше. Хорошо, хоть проблема с жильем временно решена. Я вышла и неуверенно зашагала по коридору. Нужно было пройти его весь, потом свернуть в крошечный такой проход, протиснуться мимо странного сооружения, не то бак железный, не то шкаф несгораемый, миновать узенькую дверь туалета, а там уж и кухня. И вот, когда я уже готова была свернуть, открылась ближайшая дверь, и на пороге возникла странная личность. Невысокого роста, какая-то скрюченная, одна нога вывернута пяткой наружу. Одет был человек в застиранную клетчатую рубаху и синие спортивные штаны, пузырившиеся на коленях. Лицо его? Да. Все же по лицу можно было предположить, что это мужчина, поскольку на левой щеке просматривалась небольшая чахлая растительность. С головы свисали жидкие космы, и в довершении всего правая щека была подвязана выленившим красным платком в горошек. «Опа!» — сказал он вместо приветствия. «А ты кто?» При этом левый глаз его подмигнул мне. «Жанна», — ответила я машинально, «когда мне задают вопросы, я сразу отвечаю, только потом думаю. Впрочем, как показали последние события, думать я вообще не умею». «Стюардесса, что ли?» — всерьез удивился он. «А самолет твой где?» «Я тут жить буду». Я решила сразу не обижаться, хотя натерпелась в детстве из-за своего имени. В школе только стюардессой и звали. «Это где же ты жить намылилась?» Теперь рот странной личности дернулся в сторону. «Анна Викентьевна мне комнату сдала на три месяца», — строго сказала я. «Чего?» — он разинул рот. «Комнату сдала? На три месяца?» Он согнулся, хлопнул себя руками по коленям и захохотал при этом, повторяя. «Ой, не могу! Ой, помру! Ой, держите меня четверо!» Я повернулась и хотела продолжить свой путь к кухне, но странный тип крикнул сквозь смех. «Да погоди ты! Чего скажу?» Под моим недоверчивым взглядом он снял свой платок и вытер выступившие от смеха слезы. Под платком ничего не оказалось. Ни синяка, ни раны никакой. Такая же клочковатая бороденка. «Напарила тебя старуха!» Серьезно сказал он. «Развела на деньги!» «Это как?» Я отступила от него к стене. «Дом-то этот расселен уже», — пояснил он. «Оттого и все комнаты пустые. Кто здесь прописан, тому другую площадь дали. А этот вроде сносить собрались. Старуха напоследок решила деньжонок срубить. Сколько она с тебя взяла-то?» «По две с половиной тысячи за три месяца», — помертвевшими губами ответила я. Как уже говорилось, я обычно сразу отвечаю на поставленный вопрос. «Ну вот», — он снова заржал. «Хорошая прибавка к пенсии. А ты, небось, оттого и польстилась на хоромы, что так дешево? Это, Викентиевна, та еще пройда. Я уж знаю». «А ты сам-то что тут живешь и в новую квартиру не переезжаешь?» — спросила я. И тут же получила исчерпывающий ответ. «А тебе какое дело?» Я развернулась и побежала в комнату, где схватила подписанный мною и старухой договор. Там внизу был записан номер телефона, мобильного, кстати. И, естественно, телефон ответил равнодушным женским голосом, что набранный мною номер не обслуживается. Менеджер агентства недвижимости Антон Фокуса в трубку взял, но слышно было очень плохо из-за громкой музыки. Он меня не понял или просто сделал вид. «Черт знает что!» — я в сердцах бросила аппарат. «Не суетись!» — примирительно заговорил сосед, притащившийся за мной. «Может, и протянешь сколько-то времени. Главное, держись потверже. Никого сюда не пускай!» И снова его левый глаз нахально подмигнул мне, а рот дернулся в сторону. «Мне вдруг стало так тошно, что хоть волком вой! Что со мной происходит? Отчего буквально за месяц моя более-менее налаженная жизнь покатилась под откос, и я падаю все ниже и ниже? И нет никого рядом, кроме этого убогого. Рот на сторону, нога выворачена, глаз дергается». «Меня Федя зовут», — представился убогий. «А фамилия — Чемоданов. Соседями будем значиться». И тут погас свет. «О!» — вроде бы даже обрадовался Федя. «Они вечером всегда выключают, потому что на нас энергии не хватает. Не боись, у меня свечка есть». Он презентовал мне агарок свечи и проводил на кухню. Газ, к счастью, не отключали, так что чаю мне выпить все же удалось. Следующий день я потратила на то, чтобы привезти свои вещи из камеры хранения и купить кое-что из продуктов. Я несколько раз звонила Антону Фокусову и жаловалась ему на хитрую старуху. Но он держался твердо. Ничего, мол, не знаю. Бабка предъявила свидетельство о собственности на комнату и паспорт. Чего же еще-то? Куда она переехала, он понятия не имел. И в качестве координат старухи дал мне все тот же номер мобильного телефона, который не обслуживался. «Ищите в жилконторе. Там должны быть сведения о выбывших жильцах», посоветовал Фокусов на прощание. Я долго искала жилконтору, а когда нашла, то ужаснулась, потому что там толклось огромное количество народа. И все ругались и орали. Пока я пролезала к нужной двери, у меня разрезали сумку и вытащили косметичку, которую на ощупь приняли за кошелек. Это оказалось гораздо хуже, потому что в кошельке-то лежало всего рублей семьсот, а оставшиеся деньги я положила в косметичку. Всего несколько тысяч, но они были последние. Я побоялась оставить деньги в комнате. И вот, пожалуйста, говорю же, дура полная. Очередь возле двери ко мне сочувствия не проявила и в кабинет не пропустила, так что я отправилась обратно, ничего не добившись, да еще и лишившись последних денег и всей косметики. Федя был дома, но в коридор не вышел, чему я была только рада. Я напилась крепкого чаю с бубликами, как раз успела до того, как свет выключили. После чая снова нахлынула тоска, но если вы думаете, что я легла на диван, захлебываясь от рыданий, то глубоко ошибаетесь. Мы с моей матерью похожи только в одном. Мы никогда не плачем. Ни от боли, ни от обиды, ни от тоски. И в детстве я тоже не плакала. Наверное, у нас просто нет слезных желез. И вот я проснулась сегодня утром в чужой комнате, без работы, без денег, без необходимых вещей и без надежды это все получить в ближайшем будущем. И лежу, перебирая в памяти эпитеты, которыми можно наградить такую дуру, как я. Сквозь неплотно задернутую занавеску мне виден далекий край неба. Судя по всему, солнца сегодня не будет, небо серое и унылое. Может, вам интересно, отчего я валяюсь на диване вместо того, чтобы срочно искать работу? Отвечу. Институт в свое время я закончила, но образование не имеет к моей профессии никакого отношения. Работала я на телевидении ассистентом режиссера на шоу «Выбери меня». Это когда мужчины и женщины выбирают себе пару из шести претендентов. А психолог и дама из брачного агентства рассказывают телезрителям, правильно ли они сделали выбор. На самом деле шоу, конечно, постановочное. Вот за это я и отвечала. Работенка та еще. Если какие-то накладки, то все шишки валятся на меня. Если же передача прошла гладко, то про меня и не вспомнят. Платили, однако, неплохо. И с режиссером у меня были отношения нормальные. До тех пор, пока я не сообщила, что увольняюсь и уезжаю в Штаты. Разумеется, я никого не посвящала в свои планы до самого конца и уволилась, когда была уже продана квартира и куплены билеты на самолет. И, конечно, режиссер дико разозлился, потому что в процессе работы брать в шоу нового человека очень неудобно. Он орал, что я должна была предупредить его заранее или вообще не увольняться до окончания шоу. Я не удержалась и высказалась в том смысле, что, может, шоу еще 10 лет будет идти. Что ж, мне так и ждать у моря погоды. Как выяснилось, это я сказала зря, потому что секретарша начальника Вика сообщила мне в тот же день приватно, что шоу наше висит на волоске и вряд ли протянет до лета. Режиссер и так нервничает, а тут еще я уволилась. Тогда я только пожала плечами и спокойно выслушала его прощальные слова о том, что на нашем канале мне больше не работать, уж он за этим проследит. Не то, что ассистентам режиссеров приличное шоу, девчонка на побегушках не возьмут, кофе гостям подавать не доверят, буду проситься полы нести на телестудии, и то не примут. Да ради бога, хмыкнула я и закрыла за собой двери канала. Так что сейчас туда нечего и соваться, все только позлорадствуют. Нужно сунуться на другие каналы, поискать по дальним знакомым. Но сейчас не хотелось вылезать из-под одеяла, потому что в комнате было прохладно. Я лениво вспоминала, куда могла подеваться записная книжка с телефонами, и в это время раздался звонок. Этот звонок так неожиданно вторгся в мои невеселые мысли, что в первый момент я растерялась и не поняла, что происходит. Я запахнула халат и выползла в коридор. В коридоре не было ни души, а холод стоял, как на северном полюсе. Изо рта вырывалось белесое облачко дыхания. В дверь продолжали звонить, а потом начали стучать. Я добрела до двери и тусклым, несчастным голосом спросила, «Кто здесь?» «Откройте!» отозвался из-за двери начальственный женский голос. «Откройте немедленно!» «Да кто это?» повторила я. «Техник из жилконторы!» «Я человек от природы законопослушный. Перед людьми, облеченными полномочиями, теряюсь и беспрекословно выполняю все их требования. Вот и сейчас я послушно скинула крюк, дернула заржавленную задвижку и открыла замок». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова